Деятельность Шукова оказала большое влияние на развитие всего комплекса, связанного с нефтью технологических процессов, ее добычу, переработку, транспортировку и хранение. В 1879 году в Баку Шуков увидел, что техника и технологии единой промышленности были крайне привидивными. Хранение нефти в земных амбарах, перевозке ее почек на арбах, тортание и желонки приводили к огромным потере и к значительным производственным расходам. Мазут считался малоприкотным для использования отходом керосинового производства. А бензин бакинские нефтепромышленники сливали в море. Одним из первых заданий, которые получил Шуков, возглавивший в 79-м году бакинское отделение строительной конкуры Александра Борин, было проектирование и строительство нефтепроводов. Проблема транспортировки нефти с промыслов на нефтеперерабатывающие заводы стояла очень остро. По словам известного предпринимателя Рокозина, а робот, возивших нефть, было не менее 10 тысяч. И они делали в один день по два конца от промыслов к заводам и обратно. Стоимость строительства первого нефтепровода по проекту Шукова составила 100 тысяч рублей и окупился в течение одного года. Через год вступил в строй второй нефтепровод «Балаханы-Черный город» длиной 12 километров, спроектированный Шуковым по заказу фирмы Леонозова. В 79-м и 84-м года были построены еще три нефтепровода. «Балаханы-Черный город» для фирмы Мерзоево, «Балаханы-Сурраканский завод» и «Сурраканский завод» средствия «Коса» для бакинского нефтепровода. Поставив на построенных нефтепроводах большое число опытов, Шукову удалось найти математическое выражение связи между величинами, определяющими процесс протекания жидкости трубопровода. И летом 84-го года он опубликовал в журнале «Песня промышленности» свою работу в нефтепроводах. Задача строительства нефтепроводов Шуков вернулся спустя 40 лет, войдя в 2024 году в состав экспертной нефтепроводной комиссии «Госплан», созданной для решения вопроса о строительстве нефтепроводов от Грозного и Баку к Черному морю. При строительстве нефтепровода Грозный и Туапсе была реализована разработка Шукова, введение петель для увеличения его пропускной способности. Был построен и нефтепровод по маршруту Баку-Батуми. Следующей задачей, решенной Шуковым для Русского нефтяного дела, стал расчет и строительство клепаных цилиндрических резервуаров для хранения нефти. Первоначально для хранения нефти использовались так называемые земляные амбары, стенки которых укреплялись каменной кладкой и штукатурились. После отмена кутного права, когда добыча нефти стала увеличиваться, а цена на нее уменьшаться, многие промышленники отказались от строительства амбаров, так как считали это слишком дорогостоящим. Около скважин рыли ямы и спускали туда нефть. Если скважина начинала фонтанировать, нефть выпускали в открытое поле, в более низкие места, где образовывались литтяные озера. В озерах нефть устела, заводчики ее не покупали, часть уходила в землю, часть испарялась, остальное выжигали. Открытый способ хранения нефти был основной причиной пожаров. Таким образом, проблема хранения нефти как на промыслах, так и на заводах также требовала решения. В Америке в это время сооружались большие прямоугольные резервуары на бетонном основании, стенки и днища которых укреплялись жестким металлическим каркасом. Проведенные шумковым расчеты прочности основания резервуаров продемонстрировали возможность замены массивного фундамента и жесткой палочной конструкции днища на песчаную подушку и упругое из листового железа днища. Как и в работах по нефтепроводам, шумков стремился создать наивыгоднейшую конструкцию резервуара. Им была блестяще решена задача нахождения наименьшего веса расходованного металла при сохранении достаточной прочности стены. В результате переменная от пояса в пояс толщина стенок резервуара. Исследование по теории и практического руководства по строительству резервуаров шумков опубликовал в 83-м году в журнале «Инженер». Фирма «Борит» с 1881 по 1818 год построила в России более 20 тысяч металлических резервуаров конструкции шумков. Строительство металлических резервуаров привело к сокращению потерь нефти за счет утечек и испарений, повышению качества, а также улучшило противопожарную обстановку на промысле. В 1925 году статья Шухова о резервуарах была напечатана в журнале «Нефтяное и сланцевое хозяйство». Испомжено дополнение, в котором он путем несложных расчетов показал, что надежность резервуаров, рассчитанных по его системе, превышает надежность американских резервуаров такого же объема. Созданную для расчета резервуаров теорию работы балок на упругом основании Шухов применил при решении еще одной задачи для нефтяного дела – проектирование нефтя нулевых суток. Полученные в результате расчетов Шухова линии отводов барж обеспечили им легкий ход и значительную экономию стоимости буксировки груза баржи могли перемещаться караванами. За десятилетний период 1984-1904 годов конторой инженера «Борит» было построено 64 баржи общей грузоподъемности свыше 6 миллионов километров. Шухов также предложил несколько конструкций насосов для подъема жидкости воды и нефти из скважины. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель стояло у истоков внедрения еще одного изобретения Шухова, связанного с нефтью – «Эрлифта», то есть воздушного подъемника. Описание проекта инженера Шухова и Бори, предлагающих производить укачание нефти при помощи сжатого воздуха, можно идти на страницах труда Менделеева «Богинское нефтяное дело» 1986 года. Давая оценку новому способу, Дмитрий Иванович указывает не только на его экономические преимущества, но и незначительную опасность пожарным отношениям. В 2011 году фирма «Эрлифт» имела на своих промыслах 15 компрессоров, которые приводились к гейской паровой машине. В 2025 году количество компрессоров и скважин на участке Сурахана превысило 75%. Именно Шуховский «Эрлифт» стал предтечей современной газовидной эксплуатации скважин. Шухов писал, «нефтеперегонный аппарат подобен паровому котлу, предназначенному для образования нефтяных паров под давлением не свыше 7 атмосфер и при температуре парообразования не свыше 400 градусов». Эти слова, в какой-то мере, объясняют интерес Шухова, длительное время занимавшегося паровыми котлами, к технике нефтепереработки, еще одной области нефтяного тела, в которой он оставил яркий свет. Вот как описывает свои работы сам Владимир Григорьевич. Первый. Первый русский патент на аппарат непрерывной дробной перегонки нефти Шухова и Инчика был заявлен в 1986 году и получен в 1988 за номером 13200. В аппарате перегонимая нефть вводилась навстречу парам дистилляторов. Второй. Второй патент на дефлегматор для губов периодической непрерывной перегонки нефти заявлен в 1988 году и получен в 1990. Третий русский патент на привод для дробной перегонки и разложения нефти под значительным давлением был заявлен в 1990 году и получен в 1991. Патент на способ перегонки с разложением. Введение крейкер-процесса позволило решить задачу обеспечения постоянно растущей потребности в бензине. Особенно острая проблема стояла в Соединенных Штатах, где количество автомобилей в 2022 году составляло 12 миллионов. В 2023-2024 годах в США прошла серия судебных процессов над несколькими компаниями группы «Стандарт Койл» с целью рассечения их контроля над внедрением крейкер-процесса на основании принадлежащих им патентов на наиболее распространенный способ введения крейкер-процесса. В процессе судебных разбирательств выяснилось, что в России более 30 лет назад выдан патент, уже содержащий все основные элементы американских патентов. Специальная комиссия, приезжавшая к Шухову из Америки, и американский суд подтвердили приоритеты русского инженера. А Совет нефтяной промышленности на заседании в 13 августа и 26 сентября 2024 года постановили начать производства опытов крейкерования по способу Шухова под руководством инженера Геллена, процесс крейкинга в России отныне именовать процессом Шухова, а первой построенной по принципам привилегий Шухова бензиновый завод назвать его именем. В 1929 году, в возрасте 76 лет, Шухов совместно с видным деятелем в области нефтяного дела Капелюшникова начал работу на создание новой нефтеперегонной установки, получившей название «Советский крейкер». В 1934 году производственная установка, реализующая процесс крейкерга в трубчатой печи, была построена. Еще одним вкладом Шухова в развитие русского нефтяного дела стали его работы, направленные на расширение использования мазута. Известно, что форсунка для распыления мазута стала первым еще студенческим изобретением Шухова. Идея Шухова сегодня находит продолжение в инновационных разработках российских нефтяников, в том числе и работах компании «Лукойл». Заботясь о сохранении славных традиций российского нефтяного дела и вековечной памяти нашего знаменитого соотечественника, Лукойл выделил средства на строительство памятника Шухова на Зайдинском бульваре, который был открыт в 2008 году. В 2009 году нашим музеем была создана передвижная выставка «Первый инженер России», которая экспонировала стена «Лукойла», «Музей современной истории России», а также «Российской академии наук». В основе почти всех инженерных работ Шухова лежала идея поиска наивыгоднейших конструкций. И такой подход очень востребован в современных условиях, когда перед нефтяной оврозной страной встают все более сложные технологические задачи. Именно поэтому деятельность Владимира Григорьевича Шухова и сегодня служит ярким примером для всех членов профессионального сообщества нефтяника.